И ехал тоже, как говорится, на все деньги, потому что там решалась действительно у них судьба, как бы, вот именно в их классе единственное решалась судьба действительно, кто выиграет, тот чемпион, правильно? И вот вам удалось выиграть. Ну, расскажите, пожалуйста. Ну, по этой гонке-то все просто, просто расчет. На самом деле, не очень хорошо то, что большое количество прямиков по 400 метров, 800 метров прямики. На самом деле, это не очень хорошо. То есть, может быть, надо на следующий раз учесть или исключить их, или укорать их. Ну, а в целом, команда, ну, мы с Сергеем, мы прям серьезно к этому делу готовились, к этому делу работали. И, вроде, получилось, что надо хотя бы тяжелый сход, ну, и просто модифицировать, но, что это надо делать. А так, в целом, хотел по чемпионату сказать, очень радуется, что расстырился друг организаторов соревнований. То есть, не только команда Крышникова является организатором, но и вторая команда появилась. И сейчас Астана заявила как организатор соревнований. И это хорошо, потому что будут разные виды организаторов, разные соревнования, будет конкурентная борьба. Так, готов. Так, что нормально. Юра. Так, ну, 11 расскажет. Как новая подвеска его вела? Как она летела машина на новой подвеске? Да, так получилось, что мы ехали на новой машине, можно так сказать, потому что на степных полуках мы ее очень сильно повредили. Она была восстановлена. Ехали на новой подвеске. То есть, на самом деле, как бы на тестах немножко получил от этого удовольствие. А сегодня просто испытал изведанное, оказывается, как можно действительно ехать. Наверное, первый раз за год нагонялся. Ясно. Гонкой доволен, как бы. Как сказал руководитель гонки, впереди нас выехал. Самый экстремальный случай сегодня был, когда впереди нас выехал от Toyota Vindum с бантиками. С ладерной? Да. И я представил, а как мы за ней будем ехать. Ну, на самом деле, я видел такой боевой поступок, как руководитель гонки сам за ней гринулся, остановил. Буквально через три минуты нам дали старт. На самом деле, всем доволен, да. Все супер. Ясно. И еще хотелось бы в этой ситуации Армана спросить, как вот новая машина. То есть, новое поколение. Зачем, кто это? Я думал, как бы, это первая гонка. Кстати, там нет, нет? Приходилось еще. Приходилось привыкать. Потому что эта машина была настроена вообще на полный гравитет. А так, целом. А ведь не учатся. Можно вопрос, да? А вы собираетесь в этой машине так выступать? Да. Да, я думаю, в Казахстане весь проигрывает. Там все-таки дело в машине? Ну, в какой-то стадии управления, да. В машине и в знании, и в том числе. И в этом плане, как бы, техническая поддержка сейчас была совершенно другая. Вот. То есть, разрешались, не знаю, но люди из Москвы. Потому что там в Англии, конечно. То есть, в этом плане, физическом плане, это очень думала важность. То есть, соответственно, машина такая хорошая. До этого момента. Вообще, можно к пилотам обратно задать по поводу машин на будущий год? Александр Валитов, вы также остаетесь на этом же классе, в РК-12, или хотите уже переходить с РК-4? По-моему, 3 года покажем. Будет новый год. Будет новый год. Будет новый год. Будет новый год. Саша, пора. То есть, пока еще 3 тысячи тестов. Еще покажем вам неяси, да, по поводу класса. Понятно. Спасибо. Год неудачный. Надеюсь, что в следующем году будет лучше. То есть, в том году мы собрали, не знаю, все. Технические проблемы и колеса, и все собрали в кучу. Эта гонка шла, в принципе, в свою силу ехали, потом стали набирать обороты. Вот, к сожалению, на последний, на СУ-6 пробили колесо переднее. Потеряли 5 минут. Но благодаря вот сходу, так скажем так, это в кавычках, да, благодаря сходу протестовца заняли 3-я гонка. Вот такая. А прессная гонка получилась, я думаю, ну, интересная, потому что было много... А, вот еще, кстати, Филанес очень хорошо проехал эту гонку. Я считаю, что он зря ушел на Израиль, потому что... То есть, был такой ориентир, к чему стремиться. Я думаю, что если он придет снова в ралли в следующем году, то будет очень интересно и в следующий год. Вот, а если еще, значит, получается кто-то еще, там, вот Валитов, например, возьмет 34, кто-то еще. То есть, если будет 7-8 машин, то вообще будет конкуренция очень большая. И тогда можно, ну, как бы сказать, ехать вообще там... Делать интригу очень интересную для болельщиков и для журналистов тоже. Председатель комитета ралли на следующий год, можете какие-то планы поставить? У нас будет 16 ноября собрание, кстати. Вот, и там все решится. Кто будет на следующий год председателем, вот, как бы, потом, после 16 числа поговорим. Кстати, если есть желание, 16 ноября приходите на собрание. Вот, проходите по адресу Гагарина Березовского, кафе Тимиртау. Где-то часов утра. Где-то.